Добрый день! Меня зовут Максим. Сегодня я расскажу про американские бараховки. Сзади меня располагается одна из самых известных сетевых магазинов. Называется Goodwill. Это сеть магазинов Second Hand, которые распространены по всей Америке. Сюда приходят люди совершенно разного обеспечения, то есть как малоимущие, так и люди среднего класса. Потому что достаточно интересные вещи попадаются. И всякие разные сувениры, всякий винтаж, одежда, все что угодно. Как это работает? То есть в течение всего года людей накапливается всякого разного хлама. Одежда, какие-то ненужные вещи. И вместо того, что выбрасывают, люди привозят в сортировочный пункт этого Goodwill. И соответственно на ту сумму денег, которую они декларируют, им выписывают специальная бумага и они оптимизируют свои налоги. То есть это выгодно всем. То есть магазинам, которые предлагают вещи для малоимущих. Ну и соответственно людям, которые привозят свои вещи для того, чтобы оптимизировать платежи по налогам. Вот. Соответственно, дальше вы уже сами ходите, копаетесь. Напоминает примерно то же самое, как если вы едете на Тишинку и смотрите какие-то там винтажные и ищите вещи. Вот. Очень много наших соотечественников, которые приезжают в Америку, попадая в такие магазины, подсаживаются вот на эту тему и, соответственно, пытаются делать какой-то бизнес. То есть если вот вы видите в Москве, там в других городах магазины, которые торгуют секонд-хендом, знайте, что практически подавляющая львиная доля этого секонд-хенда идет вот из этих вот Goodwill, там могут быть какие-то другие сети. То есть, ну и наши соотечественники пытаются, пока ждут разрешения на работу, торговать этим секонд-хендом дистанционно. Вот. Ну и оставайтесь с нами в канале, я продолжу как бы разговор про Goodwill и про американский секонд-хенд. Удачи!